Этого вам не скажет, так не сформулирует и не обратит внимания никто. Так вот, сталинский режим и Советский Союз держались на репрессиях только отчасти. А если бы не было технической и материальной базы, то они бы, эта мертворожденная советская ливанская система не продержалась бы. Так вот, на чем же, на чем держались? На помощи Соединенных Штатов Америки. Дело в том, что фактически вся, это не красивое какое-то эффектное слово для ролики, это в прямом смысле в научном, в математическом, в техническом, вся тяжелая промышленность Советского Союза была построена, придумана, осуществлена, сконструирована, привезена, установлена гражданами Соединенных Штатов, инженерами и так далее. 1 июня 1931 года заключается огромное соглашение о постройке 90 металлургических заводов. В итоге было построено полторы тысячи, за несколько лет, полторы тысячи заводов и фабрик, включая все главные, все. Это и, значит, Сталинградский трактор, это и Магнитка, это и АЗЛК, это и Днепрогресс, то есть все самое важное и крупное было построено Сталинградскими тракторами, был полностью спроектирован, построен в Соединенных Штатах, разобран на 100 судах, перевезен в Советский Союз и собран американцами. У наших не получалось. Даже если брали оттуда трактор, разбирали, тут его не могли собрать, поэтому покупали вместе с иностранными специалистами-американцами. 200 тысяч инженеров приехало в СССР, плюс американские профессора обучили еще 300 тысяч наших специалистов. Это вот за несколько лет. А во время Второй мировой войны что? Ленд-лиз. Ну, вы понимаете, это немыслимые масштабы поставок всего. От, значит, военной техники до автомашин. То, что производил во время Второй мировой войны СССР, это было несравнимо по количеству производства автомобилей с тем, что поставил в СССР, поставили в СССР Соединенные Штаты Америки. А на последнем завершающем этапе войны основное продовольствие, которое было в армии, в Советской Красной Армии, и, конечно, чем пользовалась вся номенклатура, это все было из США. Ну, это абсолютный факт. Вы с этим спорить не можете. Это невозможно с этим спорить. Поэтому вдумайтесь. Вот сегодня, давайте подумаем, сегодня США построит ли у нас полторы тысячи новых производств? Дадут ли сейчас Соединенные Штаты, вот нам, Россия, ленд-лиз? Вот это очень большой вопрос. Репрессия – это только одна нога, на которой стоял товарищ Сталин. И Сталин понимал, что оставшемуся населению нужна сказка. Сейчас не понимают. Ну, вот я даю сказку страшную, но Сталин берег хоть как-то капицу. Капица по вертушке просил, ну, этого не расстреливайте, того не расстреливайте. В итоге, и это так, знаете, в итоге все живут. Поэтому оставлять надо, чтобы что-то производилось. А сейчас, сейчас надежда у них влажная, что вот мы все задавим, но мы сталиним. А как Сталин, резонатор все-таки, резонар, надо концерты давать. Понимаешь, Сталинизм-то держался не только на репрессиях, а на Соединенных Штатах Америки. Вот эти какие. Вы думаете, она так, а она раз, и наоборот. Это если научно подойти. А вы думаете, что они сейчас нам построят? И куда теперь идет, значит, Ленд-Лиз? Вот. Поэтому это Лиза, это такая Лиза. Понимаете, что... Но надо же думать! Надо же было меня послушать! Я же все сказал, как оно будет! Блядь! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!